Друзья, всем привет! С вами я, Эдскрайбер. И сегодня у нас сравнение Redmi 7 и Redmi Note 7. Раньше были времена, когда компания Redmi выпускала, допустим, Redmi 4X. Он ничем особо не уступал Redmi Note 4. По техническим характеристикам был точно такой же, но он был гораздо компакт. И у людей реально был классный выбор. Либо ты берешь телефончик побольше, либо поменьше. Технические характеристики все те же самые. Как бы, ладно, окей, это действительно очень хороший выбор. На данный момент Redmi 7 и Redmi Note 7 очень сильно отличаются в техническом плане. А вот по размеру они почти что одинаковые. Так, давайте начнем с сравнения, друзья. Первое, это время работы батареи. Мы будем прогонять через разные тестеры. И по истечении около часа мы проверим, насколько сел каждый телефончик. Друзья, пока мы продолжаем, не забывайте про телеграм-канал со скидками на телефоны, различные купоны, все такое. Проходите по ссылке в описании и подписывайтесь на телеграм-канал. Второй момент, это комплектация обоих телефонов. В первом случае, соответственно, сам телефон, кабель, зарядка, скрепка, чехол и манувальчик. Во втором случае, то же самое. Кабель, телефон, кабель, зарядка, скрепка, чехол и манувальчик. Комплектация обычная, стандартная для двух этих телефонов. Как в техническом плане оснащен тот и другой телефон. Redmi 7, 632 Snapdragon. В принципе, очень даже не стыдный, очень хороший процессор. Весь версия 3.32. Во втором случае, у нас 660 Snapdragon, версия 3.32. В Antutu Redmi 7 выбивает 103 тысячи баллов. Хороший показатель. Redmi Note 7 около 140 тысяч баллов. Если брать чисто технически, то, конечно, Redmi Note 7 здесь выигрывает во всех отношениях, потому что его железо более мощное. Но у Redmi 7, на самом деле, очень не стыдный камень за ту цену, которую предлагают производители. Четвертое. Это экран. В первом и втором случае, это IPS-матрица. Это диагональ 6.26 в Redmi 7 и Redmi Note 7 6.3. В первом случае, это HD плюс разрешение. Во втором случае, это Full HD плюс разрешение. И здесь, конечно, чисто даже на бумаге мы понимаем, что Redmi Note 7 в плане экрана гораздо лучше. Если беглым взглядом посмотреть на оба этих экрана, то особой разницы вы не заметите. Но все-таки Full HD разрешение гораздо больше, чем HD. Если вы включите YouTube, допустим, захотите посмотреть ролик в хорошем качестве, то в Redmi 7 у вас будет максимальное качество 720p. В Redmi Note 7 1080p. То есть разница достаточно очевидна, если вы хотите посмотреть такой более хороший качественный контент. В остальном, друзья, экраны плюс-минус одинаковые. Мне они очень понравились, но все-таки экраны Redmi Note 7 гораздо круче. Тоже, друзья, пока продолжаем, не забывайте подписываться на этот канал, ставьте лайк этому видео, пишите комментарии, жмите на колокольчик и делайте репост этого видео. Следующий момент это звук. Звучание тоже становится очень важным фактором в сегодняшней жизни. Redmi 7 более бюджетная такая колоночка, в Redmi Note 7 чуть-чуть она получше. Если мы сравним два этих телефона, то становится очевидным, что у Redmi Note 7 гораздо лучше звучание. Давайте послушаем короткий отрывок на два этих телефона. И, конечно же, мы включаем дизель-пауэр от Prodigy. Галочка здесь достается Redmi Note 7. Шестой момент это сканер отпечатков пальцев. Очень удобная штука. В Redmi Note 7 мы узнаем, как он хорошо работает, очень быстро, шустро. В Redmi 7, друзья, мне тоже сканер удивил. Мне кажется, что здесь стоит один и тот же сканер, потому что по скорости срабатывания они плюс-минус одинаковые. Это реально классно. Redmi 7 очень бюджетный, хороший телефон. И с очень и очень даже достойным сканером отпечатков пальцев. Друзья, советую, кто вот хочет купить бюджетный телефон именно с хорошим сканером отпечатков пальцев, то Redmi 7 это реально классно. Поэтому здесь по плюсу достается каждому телефону. Седьмое, это дизайн. Это, конечно же, на любителя, друзья, но все-таки дизайн очень важен. В Redmi 7 первое, что бросается не в глаза, а вот именно на ощупь, это то, что здесь пластиковый корпус. Как бы окей, натянули чехол и тактильные ощущения те же самые. Но все-таки, друзья, пластик и стекло это два разных материала. Все-таки стекло выглядит более премиально. Хотя в Redmi 7 тоже есть такие цветные переливы, то есть от более темного к более светлому. Но в целом, конечно, Redmi Note 7 выглядит гораздо симпатичнее, интереснее и красивее, что касается задней крышки. А вот спереди телефоны выглядят абсолютно одинаковые. Но по общим ощущениям, мне дизайн понравился в Redmi Note 7 больше, поэтому плюс очередной достается именно ему. Восьмое, модули связи. Собственно говоря, для чего и создан сам телефон. В первом случае 4G LTE работает великолепно, отлично. Wi-Fi здесь на 2,4 ГГц, NFC здесь нет. Во втором случае 4G LTE тоже работает отлично. Wi-Fi здесь на 2,4 ГГц плюс 5 ГГц. И NFC в этом телефоне тоже нет. В этом случае Redmi Note 7 побеждает только за счет того, что здесь есть 5 ГГц раздача и прием. Это реально очень классная штука. Если у вас хороший интернет, вы даже можете дома очень даже неплохо раздавать с 4G или 4,5G, допустим, если у вас есть, то у вас будет просто шикарно отличный интернет. Иногда он будет работать даже быстрее, чем проводной. Следующий момент это порты. В первом случае microUSB, к сожалению. Redmi 7, microUSB 2019 год. Вот такие дела. Стандартная зарядка, 5 вольт, 2 ампера. Миниджек присутствует. Как по мне, здесь очень большой плюс. Это тройной сим-лоток. То есть сюда можно установить 2 nano-сим-карты плюс microSD. Во втором случае USB Type-C. Также есть зарядка, Quick Charge 3.0. Миниджек присутствует. И здесь двойной комбо-лоток плюс достается обоим телефоном. Десятое фото возможности каждого телефона. Давайте посмотрим примеры фото на основную камеру. Не совсем честно сравнивать две эти камеры, но давайте все-таки это сделаем. Если обратить внимание на левую картинку Redmi 7, то четвертый ряд уже потихонечку размыливается. Да, первый, второй, третий видны еще неплохо, но края уже не такие четкие и однозначные. На Redmi Note 7 справа гораздо четче, гораздо контрастнее картинка. По цвету она немножко другая, но качество великолепное. Четвертый ряд виден очень хорошо и даже есть намек на пятый ряд. Давайте пойдем к краю линзы и проверим качество линз. На Redmi 7 картинка более блеклая, более размытая. На Redmi Note 7 остается контраст и очень даже неплохая картинка получается. Четвертый ряд очень хорошо виден. На Redmi 7 четвертый ряд уже начинает замыливаться. Поэтому здесь, конечно, гораздо круче Redmi Note 7, если делать тестер на линзы. В следующей фотографии приблизительно посмотрим на цветопередачу. Цветопередача на Redmi 7, мне кажется, более такая яркая, более интересная. На Redmi Note 7, если делать фотографию на 48 мегапикселей, более такая блеклая цветопередача. Плюс-минус, у каждого здесь свои вкусы. И следующая фотография сделана в полной темноте. На самом деле видно совсем-совсем чуть-чуть на одном и на другом телефоне. Но на Redmi Note 7 картиночка немножко лучше. То есть HDR и в том и в другом случае включен. По фотовозможностям круче Redmi Note 7. Споров никаких нет. Одиннадцатый момент. Видео возможности телефонов. Давайте посмотрим примеры видео на один и на второй телефон. Так снимает основная камера Redmi 7. Звук тоже непосредственно пишем на камеру. И обратите внимание, минус большой в этой камере, что здесь нет стабилизации вообще, в принципе, как таковой. Это прям вообще очень-очень плохо. Redmi Note 7 основная камера. Звук пишем тоже непосредственно на камеру. И здесь, конечно, картинка гораздо круче. Она более стабилизирована. Цветы передачи и все-все остальное. Конечно, Redmi Note 7. Ну, как бы это топчик-топчик камеры. И обратите внимание на стабилизацию тоже я сейчас потрясу немножко. По видеовозможностям круче тоже Redmi Note 7. Двенадцатый момент. Это фронтальная камера. Давайте посмотрим примеры на фронтальные камеры. Селфи-камера. Слева Redmi 7. Справа Redmi Note 7. Если сравнивать два этих телефона, то Redmi Note 7 делает более лучшие снимки. Все-таки более лучшие качества получаются. Иногда на Redmi 7 даже отсутствует где-то детализация. То есть здесь есть щетина, а в этом месте ее напросто нет. Поэтому Redmi Note 7 выдает более лучшую детализацию. В целом снимки получаются более динамичные и интересные. По фронталке Redmi Note 7 мне тоже понравился больше. Поэтому достается и плюс именно ему. Тринадцатый момент. Эргономика. Как телефон лежит в руке? Удобно ли дотягиваться до иконок? Ну и все такое. В принципе, в целом удобно ли использование этого телефона? Redmi 7 лежит очень хорошо в руке. И на самом деле очень приятные тактильные ощущения. До иконок дотягиваться тоже не так сложно. А Redmi Note 7 все-таки ближе к лопате. Хотя в современном мире, наверное, это уже не совсем лопата. Потому что сейчас телефоны стремятся к диагонали 7 дюймов и больше. Поэтому, друзья, ну такие дела. Но в целом Redmi 7 в руке лежит гораздо лучше, увереннее. И по эргономике, по ощущениям он гораздо лучше. Поэтому плюс достается ему. Ну и последний, четырнадцатый момент. Это цена. По сути, самое основное, на что мы смотрим. Или же на что мы смотрим в первую очередь. В первом случае версия 3.32 на Али стоит около 8200 рублей. Это приблизительно 127 долларов. У официального дилера он стоит около 12 тысяч рублей. То есть приблизительно около 190 долларов. Redmi Note 7 версия 3.32 на Алиэкспрессе стоит около 10 тысяч рублей. То есть плюс-минус 150 долларов. У официального дилера эта же версия стоит около 14 тысяч рублей. Приблизительно 230 долларов. Здесь, понятно, очередной плюс достается Redmi 7, потому что цена у него гораздо дешевле Итак, подведем итоги, друзья Тут даже особо цифр считать не надо, сразу видно, что Redmi Note 7 выигрывает Это все-таки другой телефон с другими камерами, более лучшими, более интересными, более навороченными Но, в целом, Redmi 7 это очень даже неплохой телефончик за свою цену Если вам нужны именно, в первую очередь, хорошие технические характеристики и очень недорого, то это Redmi 7 Если вам нужна более хорошая, интересная камера, также видеокамера, то это, конечно, Redmi Note 7 Оба телефона хороши в своих ценовых категориях, поэтому я их, друзья, сравнил Пишите в комментариях, что думаете вы по этому поводу Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк этому видео Всем хорошего настроения Не забывайте про колокольчик Всем пока-пока